Добрый день, подписчики нашего канала Star Academy. Сегодня у нас в гостях Елена Ревина. Она ездила на год по программе обмена в Америку. Елена, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, где ты была, в каком штате, в каком городе, в каком школе училась. Жила я в очень маленьком городке в восточной части Орегона, которая называется Ханзингтон. Население этого городка всего лишь 400 человек. Так как программа подразумевает собой выбор семьи, подразумевает собой лотерею, то есть я не могу выбирать, где оказалась. Я оказалась в таком маленьком городке, но не могу сказать, что это был минус. Скорее, это был даже плюс, потому что все мы были очень сплочены, и каждый друг друга знал. И в конце мы стали одной большой семьей. Школа называлась она Ханзингтон Хайскул. Она находилась в городке, в моем же, в пяти минутах от дома. Даже меньше. Это нестандартная семья, нестандартный тип проживания. Я жила в, скажем так, общежитии, называется это dorms. То есть многие живут в фастфене, а у меня было немножко по-другому. Я жила, значит, наша общежития взялась на домика, мальчики, девочки и домик наших родителей. Всего у нас было 12 студентов по обмену, и впоследствии после первого полугодия приехали еще студенты. То есть в сумме нас было где-то 13 из 10 различных стран мира. То есть у меня было полное погружение в среду, и 9 месяцев я не видела русских людей, потому что, как показала практика, если сравнивать процент русских людей, которые едут в Америку в программе обмена, с другими на цементе, он оказался очень маленький. Я изучала испанский в России и продолжила изучать его в Америке. Несмотря на то, что у нас была маленькая школа, я изучала его онлайн. У нас не было преподавателей, у нас школа старалась предоставить детям как можно больше возможностей все равно изучать, и была маленькая школа, она была бесплатная. У нас в школе было 7 предметов, если опять в школе возвращаться от них, одним из них был театр, и этот предмет произведет собой, ну, по названию, в принципе, понятно, да, в конце года, весь тем, чем мы занимались в течение 7 лет, это была подготовка к нашему драму, у нас было представление, был спектакль, сценарий, который был написан нашим учителем. Наверное, первый совет это быть гибким. Вот у нас на уроке английского, наша ученица по английскому, она смешивала этот урок как такая психология и литература. И она, значит, у нас было такое задание, есть несколько характеристик человека, несколько характеристик успешного человека, и вот stay flexible это одна из тех характеристик. Ну, еще есть несколько, но это вот такая основная. И гибкий человек способен адаптироваться к среде, который выходит за зону комфорта, он растет, развивается как личность. И, наверное, это основное правило, потому что нужно быть открытым к новому, стараться участвовать везде, абсолютно везде, если есть такая возможность. делать, анализировать, наверное. И, ну, и, конечно, помнить про то, что вы являетесь представителем нашей страны, особенно в России. Если бы из России, то я была первая русская, которую ребята увидели. То есть они очень удивились, и я думаю, что для них это был опыт, и для меня опыт, потому что тоже для этого. Получили самое хорошее впечатление для нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!